Ребят, всем салют, доброго утра, вещаю прямиком с Беллатера 284, где Валентин Молдавский бился с лютейшим непобежденным финишером Стивом Маури. Тут же Грейси против Ямаучи, адский джитсер Вандерфорд, он же муж Пейш Ванзанд. И это еще не все, там гремел Рори Макдональд в полуфинале Гран-при ПФЛ, на кону которого был миллион долларов, и именно там жестко бортанули наших ребят Дениса Гольцова и Магомеда Умалатова. Считайте, опрокинули слямом баксов, как же так-то? Все это мы сейчас разберем, но как всегда напомню, что с Беллатером и ПФЛ адски малой информации можно вообще где-либо отыскать, но я постарался. Поэтому вам без лайка уйти, но никак нельзя, ставьте и поехали. А перед началом напомню, что уже этой ночью Марлон Чито Вера будет противостоять в главном бою бывшему чемпиону Доминику Крузу. Вера на крутой победной серии, многообещающий товарищ и он фаворит за 1.46, когда уже старенький, но опытный Круз Андердог за тройку. Кеф на нокаут от Веры идет аж за 3.5, что неплохо, а победа решением Доминика идет за 5.2. Выбирайте своего победителя и залетайте к моему легальному партнеру Пари. У них полностью обновленный дизайн и он невероятно стилевый, зацените. И там конечно есть не только UFC, там и Беллатер, ПФЛ, ACA, конечно же бокс, хоккей, футбол, кулачные бои и куда же сегодня мы без киберспорта. По ссылке в описании вы можете поймать еще и фрибет на 1000 рублей для всех своих и если она у вас зайдет, чистый выигрыш ваш. Но не забывайте пройти верификацию, это важно. Ссылка в описании, а мы двигаем дальше. Начнем давайте с поединка Валентина Молдавского и его противника Стива Маури. Валентин мой земляк, кстати живем почти в одном дворе, шел в Беллатере 6.0. Громил одного тяжа за другим, забрал временный пояс, но уступит в январе его Райану Бейдеру. Там был близкий бой, да еще на родине Бейдера и судьи решили оставить чемпиона с поясом. Ну и наверное да, я согласен, пояс нужно забирать поувереннее, например как Вадим Немков. Противник его сегодня Стив Маури мне был особо неизвестен, но глянув его резюме я офигел. В Барине идет 11.0, все финиши. В Беллатере уже 6 побед подряд и как вы понимаете все досрочные, лютый борцу Хакимура его коронка. Но и в стойке было его остановить очень сложно, интересный стиль и на бумаге за Валентина было даже волнительно. Тем более, что ему нужно было закрывать прошлое поражение. Ну и здесь друзья, бой не успел даже начаться, как Валентин случайно тыкнет в глаз сопернику. Поединок сразу остановят и дадут время Маури прийти в себя. Долго он сидел корчился и пытался восстановить зрение, понятное дело, что это было серьезно и ощутимо. Маури очевидно не пытался соскочить с боя как стерлинг, да и бой-то считайте еще даже не начался. Но по итогу он к сожалению продолжить так и не сможет и поединок признали несостоявшимся. Дальше главный бой турнира, там у нас Нейман Грейси и Гуити Ямаучи. Нейман это такой Брайан Ортега версии Беллатера, потом Снэджитсер душил всех подряд в Беллатере, но добравшись до самой верхушки осадил его там Рори Макдональд. И вот с тех пор Грейси выступает нестабильно, чередует победы и поражения, но досрочно его еще никто не побеждал. Ямаучи наконец подобрался к топу, это у нас японский молодой просто дичайший джитсер. 27 побед в карьере и 21 победа приемом, только представьте, рычаги, удушки, треугольники, если дело касается канваса, то берегись. И только был один парень, который за последние 6 лет дал ему серьезный отпор и им стал отгадать и кто? Майкл Чендлер. В общем разборка двух сильнейших джитсеров как Ортега с Оливейры например бы бились примерно такое, давайте смотреть. Грейси начинает уверенно, постоянно идет вперед, бьет сдвоенный джеб, щупает дистанцию и просто набрасывает удары. Ямаучи полностью отдает работу первого номера, отступает и изредка пытается встречать, но это изредка было точно и в два раза тяжелее и быстрее. И вот о таком очередном походе Грейси в атаку Гуити контратакует его легким левым прямым, пустит ноги Неймана в пляс и заставит его спасаться в борьбе. Во втором раунде Грейси снова пойдет вперед с очень кривой защитой, но с постоянным джебом. Его правая была всегда в лице Ямаучи и японец в какой-то момент вовсе руки опустит и начнет призывать Грейси зарубиться, кивать головой и говорить давай давай бей. Этот артист поведется на провокацию, прыгнет с атакой и тот его встречает страшнейшим апперкотом, который наглухо потушит свет Грейси и добивание там было чисто формальным. И вот так вот Гуити Ямаучи забирает красивую победу в главном бою вечера нокаутом и возможно он следующий получит титульный поединок. И еще один бой не затерялся в карде, куда же мы без него, Остина Вандерфорда и Араона Джеффри. Если Джеффри я не знал, какой-то канадский ударник, неплохой нокаутер, то Остина знают многие по пикантным фоточкам из его соцсетей и его жены. Да, это тот самый муж Пейдж Ванзен. Он в белаторе нахрапом разносил весовую и добрался до титульного поединка, но там намять бока Мусаси как он умеет и не получилось и Гегард его раскатал меньше чем за 2 минуты первого раунда. Ну и кто бы мог подумать, начал Джеффри очень уверенно, первой же атакой, первым же ударом уронит Остина, но там был такой флеш-нокдаун без развития успеха. Остин пробовал бороться, совсем ничего не получалось и Араон буквально следующая атака его догонит правым в висок, снова нокдаун. Вандерфорд рухнет на канвас, но в этот раз уже конец был очень близок. Джеффри на него напрыгнет и тут же финиширует 5-ю хаммер твистами. Вот такой вот неожиданный нокаут за полторы минуты поединка. Поздравляем Араона Джеффри, что сказать, красава. И вот добрались до ПФЛ под номером 8 в этом году. Здесь я думал, глянем как минимум два поединка, ведь Денис Гольцов и Магомед Умаладов оба добрались до полуфинала Гран-при. Один в тяжах, другой в полусреднем. Очков они набрали очень много. И если, например, Макдональд сюда попал чудом, тупо спасла его одна победа финишем в первом раунде, ведь потом он поединок проиграет. Умалатов и Гольцов подошли сюда дикими фаворитами, им уже можно было отдать миллион и никто бы не пострадал. Магомед вообще не побежденный, вырубал всех налево и направо. Но как только наши ребята должны были вылетать на турнир, им было отказано в визах в Уэльс. А если я не ошибаюсь, это часть Великобритании и Северной Ирландии. Пацаны, будучи фаворитами, были исключены из сетки, им сказали до свидания. Мы тут и сами с лямчиком вопросы порешаем и лишили наших красав возможности конкретно изменить свою жизнь. Ведь один миллион долларов, друзья, это серьезнейшая сумма. А самое странное, что сказали об этом буквально вчера, когда я уже вовсю готовился к этому турниру и они даже не стали менять афиши. Конечно, вице-президент принес извинения, вроде как даже расстроился, но кому от этого легче? Все, друзья, всем спасибо за просмотр, если обзор понравился, не жалейте лайка, жаль не выступили наши ребята. Хотел назвать видос, нашу разнесли, теперь я не знаю, что даже и придумывать. Завтра ждем UFC, Вера против Круза. Уже через пару часов на канале будет разбор этого боя, обсудим кто там и как победит. А я скоро вернусь. Субтитры сделал DimaTorzok